Потребление и сбережение время как ресурс. Чтобы добиться для личного домашнего хозяйства достойного уровня потребления, мало получать высокий доход, достигнув определенные ступени карьеры, ведь хорошие времена могут быстро закончиться. Важно уметь правильно распределять доходы во времени, распоряжаться текущими поступлениями так, чтобы поддерживать за их счет не только настоящее, но и будущее потребление. Для этого и существуют сбережения, накопления и преумножения текущих доходов с расчетом на удовлетворение потребностей в будущем. Таким образом, в каждый момент времени доходы должны разделяться на две части – на текущее потребление и на сбережение или будущее потребление. В целях увеличения последнего некоторую долю доходов вкладывают в депозиты ценные бумаги. Другие финансовые инструменты, подробнее в следующих главах пропорции деления доходов на потребление и на сбережение определяются в зависимости от величины текущего дохода, как правило, чем выше доход, тем большую часть его сберегают. Перспектив изменения дохода в будущем. Если человек находится на пике трудовой карьеры, то ему разумнее сберегать больше, чем тому, кто находится в ее начале или наоборот в конце. Предпочтение сегодняшнего потребления по сравнению с будущим. Чем они же готовность подождать с удовлетворением потребностей, тем меньше человек откладывает. Как правило, люди предпочитают сегодняшнее потребление завтрашнему, поэтому они согласны отказаться от моментального удовлетворения своих потребностей только в обмен на определенную компенсацию в виде увеличенного потребления в будущем. Вообще, решения, принимаемые людьми, редко бывают статичными, зафиксированными на временной шкале. Все экономические решения можно и нужно рассматривать в динамике. Целесообразность их принятия часто непосредственно зависит от конкретной стадии жизненного цикла человека. Оптимальный выбор для одной ситуации может не являться приемлемым для другой. О жизненном цикле подробнее в главе второй. Ведь на каждой стадии люди ставят перед собой разные цели и имеют разные возможности для их достижения. Как правило, в молодости это получение образования, затем трудоустройство и постепенное развитие карьеры с увеличением дохода, приобретение собственного жилья, обзаведение семьей и детьми и, наконец, выход на пенсию. Все этапы жизни сопряжены с определенными финансовыми и экономическими решениями, которые человек принимает, исходя из своих планов и представлений о будущем. Или не принимает, ведь отказ от принятия решения или его постоянное откладывание – это тоже решение и часто не лучшее. Можно совершить покупку прямо сейчас, но в кредит, а можно отложить ее на будущее, чтобы накопить полную сумму, которая необходима. Можно продать квартиру в текущем месяце, а можно подождать немного в расчете, что рыночная стоимость недвижимости вырастет. Можно снимать жилье, отдавая ежемесячно арендную плату, а можно взять ипотечный кредит и вскоре отпраздновать новоселье, а затем постепенно выплачивать кредит и проценты по нему. Можно начать понемногу откладывать деньги на собственное пенсионное обеспечение, как только появляется дополнительный доход, а можно надеяться на последующее быстрое развитие карьеры и наслаждаться жизнью сегодня. С подобными ситуациями людям так или иначе приходится сталкиваться всю жизнь. Каждое возможное экономическое решение предполагает свой баланс удобств и издержек, между которыми в конечном итоге приходится выбирать, руководствуясь здравым смыслом, предпочтениями, ожиданиями и оценками. Пожалуй, наиболее дефицитным ресурсом для большинства людей является время, оно невосполнимо. И самые важные экономические решения, которые принимаем все мы, это решение о распределении нет, не денег, а своего времени между трудом и досугом, между усвоением чего-то нового, иными словами. Вложениями в себя, в свой человеческий капитал и просто отдыхом между дорогими или сиюминутными покупками и длительным поиском чего-то подешевле или стоянием в очереди. Отсюда можно даже вывести условную стоимость для каждого человека того свободного времени, которым он может распоряжаться по своему усмотрению. Одним из способов такой оценки является уже рассмотренный нами подход альтернативных издержек, учет упущенной выгоды в результате отказа от других вариантов использования времени. В любом случае, для тех, кто умеет беречь свое время и правильно им управлять, оно превращается в мощный преобразователь и самого себя и окружающего мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok